Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! Все, нет! Аааа! Ой, да перестань! Перестань говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал! Премиальный мир с картой мастер-карт не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Вашу ручку мадам. Вообще-то мадемуазель. Обожаю Францию за ее гостеприимную погоду. Всем бон джур. Это «Орел и Решка. Чудеса света» и мы прилетели в старушку Францию, чтобы увидеть ее главное чудо. Крепость, она же аббатство, он же остров Мон-Сен-Мишель. Подбрать свою монетку Мон-Сен-Антон. Вуаля. Орел. Решка. Готова? Oui. Нет. Это что? Я в этом костюме ничего смешного. Пожалуйста, прости, ради Бога. Как я буду ходить в таком костюме? Пожалуйста, прости. Пожалуйста, прости. Я не специально, правда. Да, конечно. Как мне ее жалко, Боже. На севере Франции, рядом с берегами суровой Нормандии, стоит одинокая скала, а на ней неприступная крепость. Мон-Сен-Мишель. 13 веков ее пытались сокрушить штормы, приливы и захватчики. Но она выстояла. И теперь мы можем прикоснуться к вечности. К настоящему чуду света. Мон-Сен-Мишель. Чтобы увидеть остров Мон-Сен-Мишель, все обычно прилетают в Париж. Там садятся на поезд и доезжают до вокзала деревни Пантерсон. Отсюда прямо к чуду света ходят автобусы, на которых так и написано Мон-Сен-Мишель. Так, сколько у нас стоит? Три евро! Отлично! И недорого! Мерси! Как говорят сами французы про Нормандию, Il fer ton de chien, что в переводе погода так себе. Но у меня слишком много денег и слишком мало времени, чтобы расстраиваться из-за погоды. Мадам и месье, пора познакомить вас с моим дорогущим авто. Ретро-красавчик форт мустанг купе 1967 года. Чтобы оседлать этого породистого жеребца, мне пришлось раскошелиться на 1500 евро. А-а-а! Какая краснотища! Яркий лучик света в этой серой Нормандии. Бондюк, шофер! От вокзала до самого чудо света автобус не везет. Нужно выйти на его конечной остановке и пройтись еще полчаса пешком. О-о-о! Какой маленький! А что мне такой маленький зонтик дали? Так вот он ты какой Мон Сен Мишель! Как будто бы, знаете, прям этот замок сошел с открытки. Такой песчаный замок, еще тут не хватает драконов, летающих динозавров, я не знаю, может быть, волшебниц, ведьм на метле. Но пока его, кстати, отсюда плохо видно из-за этого тумана. Хочется подойти поближе. Я не устану повторять, что безлимитная карта – все манифик. Захотел полетать над чудом света и вуаля! Знакомьтесь, месье гирокоптер, он же автожир, он же, а почему не доделали вертолет? Если тут так холодно, а над головой еще огромный вентилятор, то как же холодно будет в воздухе. Я пошел переодеваться. Гирокоптер – прадедушка вертолета. Он не умеет взлетать с места, зависать в воздухе над одной точкой и набирать большую скорость, как вертолет. Но зато он супер легкий, супер маневренный и благодаря открытому верху с него можно отлично рассмотреть наше чудо света. Ах да, за 200 евро в час. Блин, такой понт оборвал. А это вообще надежно, потому что выглядит как разодранный собаками кусок пластика. У нас есть в планах выжить? Все, да, это единственная защита? Класс. Могу делать focus. Можно? mirrorb Хорошо. Вперед на табурете смерти, в чудо света. Ощущение, что меня вот-вот и просто стесёт ветра. Обалдеть, всё, вижу чудо света, вижу, приближаемся. Монсен Мишель, это как будто бы не настоящий замок. Как будто декорация к историческому книгу. Ну а где такое ещё увидишь? Замок, который вырастает из скалы, а вокруг только море и небо. Казалось бы, во Франции этих замков как устриц, но это особняком стоящий замок Монсен Мишель. И во многом благодаря приливу, который два раза в месяц превращают полуостров в остров. Это ведь не чудо. Приливы у Монсен Мишель самые сильные на побережье Европы. Представляете, иногда уровень воды здесь поднимается на 15 метров, и тогда море затапливает всё вокруг. Ветер, конечно, нереальной силы. Меня буквально сносит. Ветер, конечно, нереальной силы. Меня буквально сносит. Но в Мишель можно добраться только по этому мосту. Причем заехать на остров на личном автомобиле нельзя. Но если вы VIP-персона, то можно на своем Устанге подкатить прямо к чуду света. Конечно, раньше этого моста тут не было. Тут были деревянные балки. И монахи, чтобы попасть на остров, шли весь этот путь на коленях. Это сейчас к острову можно комфортно дотопать пешочком. Столетия назад это каждый раз было испытание. Никто не знал расписание приливов и люди добирались на удачу. Часто прилив застигал их врасплох и в водах залива тонули сотни несчастных. Но внезапные приливы – это далеко не все опасности на пути к Мон-Сен-Мишель. Смотрите, а вот вокруг чудо света песчаные отмели. И многие думают, вот бы круто тут было пробежаться и сделать прикольные фотки. Нет, это смертельно опасно, Василий. Тут вокруг зыбучие пески. Вокруг острова есть настоящие грязевые ловушки. Места, где можно провалиться по пояс. Если вас засосет, то придется эвакуировать вертолетом и заплатить космический штраф – 3500 евро. Поэтому передвигаться самому по отмирям строго запрещено. Только с гидом. Чайку не задавите? Какой же он огроменный! Заброшенный Диснейленд! Помчали к чуду! Издалека Мон-Сен-Мишель кажется, как будто это нарисованная картинка. Но когда подходишь ближе, картинка оживает. И ты понимаешь, что это реально чудо света, а не мираж! Сами гляди! Вблизи уже можно рассмотреть, что из себя представляет остров Мон-Сен-Мишель. По краю массивная крепостная стена с башнями. Ярусом повыше средневековые жилые домики. А на верхушке огромнейший монастырь, который, кажется, упирается в небеса. Ну что, готовы попасть в этот сказочный город? Вау! Вот это атмосфера! Прям сказочная! У меня такое впечатление, как будто я попала в школу магии и волшебства! Это что, Гогвардс? На улицах Мон-Сен-Мишель ты попадаешь на пятьсот лет назад. Когда решетка этих ворот еще опускалась на ночь. Когда в этих полосатых домиках ночевали паломники со всей Франции. А в этих маленьких часовнях не умолкало церковное пение. Но все это сказочное до тех пор, пока не опустишь глаза вниз. Мон-Сен-Мишель – один из самых маленьких городков Франции. Здесь живет всего 30 человек. Но каждый год к ним в гости вваливается три с половиной миллиона туристов. Больше туристов во Франции бывает только в Париже и Версале. Ради туристов тут в пятисотлетних домах установили банкоматы. В старинных мастерских открыли магазины. Лавки с пошлыми сувенирами. Хотите пистолет за восемьдесят девять евро? Или катапульту за сорок шесть? А может быть синтетического кота, себестоимость которого один евро? Но двадцать евро отдавать за китайскую игрушку за этого уродливого кота? Ну вы серьезно? Камон. Из-за этих сувенирных лавок и вывесок сложно понять, как же все-таки удивительно устроен Мон-Сен-Мишель. Самая узкая улочка Мон-Сен-Мишеля, которая называется Рогатая улица. А название она свое получила, потому что раньше здесь скот не мог пройти, а все из-за своих рогов. Не может. Саня, посмотри, даже я тут с трудом прохожу. Какой рогатый скот. Да, представляете, она настолько узкая, что тут даже два человека не могут поместиться. Ну вот я сейчас поэтому пропускаю женщину. Еще одно удивительное место – это, не поверите, местное кладбище. Кладбище Мон-Сен-Мишель необычное. Мало того, что здесь хоронят только родственников умершего, так оно еще и многоуровневое. Идет глубоко-глубоко вниз, как койки в хостеле. И еще один интересный факт – вы должны платить ежемесячную плату за место. А если вы проштрафили, то вашу бабушку или дедушку выселяют и место отдают кому-то другому. Чтобы увидеть самые лучшие виды Мон-Сен-Мишель, нужно подняться на крепостную стену. Это самый странный пейзаж, который я видела в своей жизни. Крепостная стена надежно защищала город от врагов и волн. А сейчас с нее открываются волшебные виды. В одну сторону на величественный храм на скале, а в другую – на бесконечные морские отмели. Ну вот и финальная точка моего маршрута. Дальше вход платный – 11 евро. Тох, вещай. 11 евро за билет. Пусть и касьон. На вершине скалы, отдельно от города, стоит самое мощное, самое монументальное строение Мон-Сен-Мишель. Это аббатство. Простыми словами, аббатство – это смесь католического монастыря и крепости. Не каждый хоть раз в жизни бывал в тысячелетнем аббатстве, так что давайте я расскажу, как оно выглядит внутри. Это клуатор – внутренний церковный дворик. Обычно с садом, ну, когда тепло. Пока дофантазируйте. Сразу за клуатором находится рефекторий. Большой трапезный зал. А это рыцарский зал. В свободное от службы время монахи здесь учились и рисовали. А это одна из крипт. Вообще крипта – это подземная церковь. А вот, собственно, и все, что может увидеть обычный турист. Но если ты вип-гость, то можешь встретиться с ключником, который покажет секретные места замка. Вуаля. О, здравствуйте, я вас узнал по ключам. Антуан Лизайтеон. Здравствуйте, я Франсуа. Я работаю гидом в аббатстве больше 30 лет. Ровно столько же я владею этими ключами. Благодаря им мы можем попасть в любую комнату Мон Сен-Мишель. Пойдемте открываться на свете. Экскурсию с ключником можно организовать, если собрать группу и заплатить 400 евро. Но я могу позволить себе личную встречу с гидом. Крутая и узкая винтовая лестница ведет нас туда, где бывают считанные единицы – на крышу аббатства. Спасибо. Мы выше птиц. Да, выше только шпиль со статуей святого Михаила. Издалека статуя кажется маленькой золотистой точкой, но на самом деле она огромная. Ее высота 4,5 метра, а вес полтонны. Она отлита из бронзы и покрыта слоем чистого золота. Четыре года назад статую вертолетом забрали на реставрацию. И вернули обратно на шпиль. Эта операция обошлась Франции в 450 тысяч евро. На статуе изображен архангел Михаил. Тут верят, что он пришел во сне к архиепископу и велел построить храм в его честь на скале. И началось строительство длиною в несколько веков. Чувствуешь ветер? В средние века говорили, что это веет от крыльев архангела. Да, я чувствую, как нас сносят в сторону Ниццы. Начался дождь, усилился ветер, в общем все стихии прибыли на чудо света. Нужно пойти где чуть поукромнее место. Куда-нибудь где потеплееей. Это колокольня аббатства. Да ладно! Ааааа! Конечно! Какой там отзвук, какая вибрация! Кенни, можно мне? Разочек. Ой, какой тяжелый, какой тяжелый язык около килограмм двадцать. Секунду. Сейчас я. Сюда? Не сюда? Сейчас. Да что ж такое. Сейчас, сейчас, сейчас. Второй дубль. Стоп, не так. Смотри, как нужно. Окей. Стоп, не так. Обалдеть, я первый раз в жизни стал звонарем. А кто бил в этот колокол, кроме меня? В этот колокол бьют монахи, чтобы предупредить об опасности, о пожаре. Они били в этот колокол, когда умирали короли, когда рождались принцы. Но кроме монахов и меня в этот колокол больше никто не бил. Молодец. Я только что был звуком чудо света. Знаете, самое большое волшебство? После того, как несколько часов гулял по аббатству и видел только толпы и толпы наплывающих туристов, наконец-то увидеть монахов, которые действительно тут обитают. Для нас это все туристическое различение. Они тут живут. Это вся их жизнь. Это ты в шоке от своей цены на лбу? Оказалось, сумасшедшие цены Монсен Мишель не только в сувенирных лавках и в магазинах. В кафе и ресторанах они еще выше. 35 евро. Да это на наши. Да я и поужинать, и позавтракать могу. А в отелях просто космические. 190 евро. Я что, по их мнению, печатаю бабки? Поэтому бедному туристу ничего не остается, как сбежать с острова Монсен Мишель и искать еду и жилье за его пределами. Богатого туриста цены в Монсен Мишель не пугают. Так что я останусь обедать прямо на острове. Несмотря на то, что Монсен Мишельцев всего три десятка, у них есть своя особенная кухня. И нигде в мире ее больше не попробуешь. Так что скорее прямиком в старинный ресторанчик у Матушки Пуляр. Самое популярное Монсен Мишельское блюдо – это омлет Матушки Пуляр. За омлет 32 евро. 32 евро за два яйца? Это прямиком от курочки Рябы? 32 евро обычный омлет, 34 омлет с беконом и картофелем, 38 с морскими гребешками. Вы спросите, откуда такая, мягко говоря, космическая цена? Дело в том, что омлет Матушки Пуляр считается самым-самым воздушным в мире. Так что деньги из воздуха. Рецепт приготовления омлета держится в строжайшей тайне, но мне разрешили взглянуть одним глазком. Вот собственно и кухня, где творится волшебство. На первый взгляд все обычно. Обычные яйца, их не несут куры-иллюзионисты, обычные повара, обычные вот эти чаши, где уже готовая консистенция, которые потом выливают в обычную печь, достают, снова жарят на открытом огне и получается омлет. Вроде бы, но никакого волшебства нет. В чем же секрет воздушности омлета? Сейчас я вам открою столетнюю тайну. Чтобы омлет получился таким пышным, повар разделяет белок и желток. Потому что жир желтка не дает белку подняться до пышной пены. Отдельно взбивает белок, отдельно желток и только потом смешивает. Дело раскрыто. Ну, пока что действительно воздушный. Ощущение, что чуть-чуть и взлетит. Смотрите, у омлета прилив вышел за берега. Он не только пышный, внутри он сырой. Сырой. Иди сюда. Даже при разрезании не потерял свою пышность. Звоните в министерство жирненьких ведущих. Он очень вкусный, я это все съем. Он нежный, но вроде бы ничего необычного. Омлет и омлет. Просто внутри яйцо нежнее за счет вот этой взбитости и ощущения, что ты ешь даже омлет с пюре. Просто я не успеваю его разжевать, как морская пена. Он так и исчезает во рту. Омлет за 40 евро? Да хоть 40 по 40. Шикуем! Спасибо премиальной карте Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. И главное, с ней можно расслабиться и просто получать больше. Самая дешевая еда в окрестностях оказалась в местном супермаркете. А вот бюджетное жилье пока найти не удалось. Зато в поисках ночлега я наткнулась на красивую ветряную мельницу. Вау, она такая гигантская, такая крутая. Хочу посмотреть, что там внутри. Пойдем. А что это за место? Это ветряная мельница. Здесь я произвожу муку. А мука на продажу? Да, она продается во многие магазины и рестораны. А вообще изначально это музей? Это не музей. Скорее, это предприятие. Это местная достопримечательность. Мельница Мулен де Майдре. Ее построили еще в 1806 году. Она пережила сотни штормов и приливов, но выстояла и до сих пор работает. А вы не покажете, как тут все устроено? Да, конечно. Идем. А сейчас, дорогие блогеры и тиктокеры, вы узнаете, что мука берется не на полках супермаркета. Сейчас мы под самой крышей. Как во многих нормандских мельницах, эта крыша может вращаться. Здесь везде есть такие колесики. Например, когда ветер дует оттуда, я поворачиваю крышу лопастями ему навстречу. Так они крутятся быстрее, и зерно быстрее перемалывается в муку. Чем сильнее дует ветер, тем лопасти вращаются быстрее. Если сильно раскрутится, то крыша может улететь. Правда? Чтобы этого не произошло, у меня есть две веревки ручного контроля. Видишь, сейчас я отпустил колесо, и вот его реальная скорость. Оно стало крутиться быстрее. Если хочешь замедлить, тянешь за толстый канат. Так вот это как работает. Тонкая – это газ, вот быстрее. А толстая – это тормоз. Давай быстрее. Аааа, господи, нет, сори, май гад, не надо, я не хочу снова ломать, что я делала. Остановите это! О господи, я сейчас здесь сломала постройку 1806 года. Крылья мельницы крутят вот эти шестерни, а они приводят в действие каменные жернова. Между ними зерно перетирается до состояния муки. Вот смотри, здесь уже гречневая мука. Можно потрогать. Класс, это настоящая мука! Дальше мука спускается по специальным желобкам на этаж ниже, где через специальное сито просеивается в муку грубого и мелкого помола. Как круто, что в современном мире можно найти вот такие вот места, где еще пользуются такими старыми технологиями. Поскольку мы во Франце, то селиться в обычном отеле как-то не комильфо. Поэтому я приехал к роскошному шатоу де Берси. В моем распоряжении целый замок конца 18 века на 44 комнаты. Садами, прудами, пекарней, кожевиной мастерской и старинной часовней. Все это богатство принадлежит дворянской семье де Рокфей. Но за 2860 евро в сутки они сдают свое поместье для богатеньких туристов, как я. Это все мое. Вступил в какашку, но это тоже мое. Мать моя историю изучала. У меня просто в голове не укладывается, что история этого поместья насчитывает 900 на секундочку лет. 900, Людовик! Половину из них тут живет семья де Рокфей. Каратенечко об истории рода. Игореш, подержи. Генеалогическое древо. У меня не покидает ощущение, что я иду по учебнику истории, только по истории отдельной семьи. Но самое крутое, что эту историю тут можно пощупать. Внимание! Это Самбрия последнего короля Франции. Ладно, не все можно потрогать. Это просто взрыв мозга. Мушкет, с которым солдат наполеоновской армии шел на Москву в 1812 году. Тяжелый и холодный. Зима была холодной. А времена тяжелые. Для французов. Обалдеть! А тут детские увлечения того времени. Вот, пожалуйста, вырезки шоколадных оберток конца 19 века, гербарий начала 20-го и дидактические материалы по биологии 1924 года. О, кукурузка. А это коллекция, собранная членами семьи и непосредственными участниками первой и второй мировой войны. Каски. Противогаз. Осколок авиабомбы. И на секундочку. Стекло сбитого мессершмитта 10 мая 1940 года. Круто. Прям круто. Сегодня видел настоящее чудо света, рассмотрел в мельчайших подробностях. Сейчас и вам покажу. Благодаря функции Space Zoom все детали четкие, видны как вблизи и качество совсем не теряется. А? Как будто бы вместе с вами там побывали, да? Вот такие возможности. И это на смартфон. Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Киностудия у вас в руках. Так. Раз уж мы с вами так разговаривали, может поможете мне? Мне нужно где-то переночевать, а жилье стоит очень дорого. Да, потому что место очень туристическое. Найти дешевое жилье довольно трудно. Некоторые ночуют в кемпинге, но погода сегодня не очень. Я это понимаю, но может вы посоветуете что-то дешевое? Задешево можешь остаться у меня в мельнице. Но тут ни кровати, ни душа. И иногда пробегают маленькие мышки. Хорошо, можно пожать вам руку? Пока кто-то вместе с мышами готовится ко сну, я продолжаю привыкать к своей аристократической жизни. В таком доме с историей и комнаты необычные. У каждой из них свое имя. Комната дядюшки Франсуа. Названа в честь дяди хозяина поместья. Пойдем в другую. Комната Нелли. Тетушки владельца Шато. Комната Шарлотты. Названа в честь прабабушки хозяина. Комната Маркизы. Принадлежала Маркизе де Монтеко владелице Шато во время французской революции. Комната просторнее всех остальных. Потолки высоченные, цветов не так много и выдержано все в очень приятных тонах. Да еще и Маркиза сама собственной персоной улыбается. Красивая. А не, вон там портрет Маркизы. Ну все, решено. Однозначно остаюсь в этой комнате. Одна деталь. Маркиза ничего личного. Да, это конечно немножечко странно выглядит. Такая дама в вечернем платье, а спит в каком-то мешке. Все из-под муки. Но честное слово, это самое странное место, где я когда-либо ночевала. Так, пойду в одну из своих пяти спален. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это упало? Саня, это ты? Знаете, что самое прекрасное в нормандском утре? Моя яркая машина. Потому что погода, конечно, мразь. Какая самая миллионерская еда на побережье Франции? Изысканная шоурма. Шучу. Конечно же устрицы. Лучше всего с ними знакомиться в устричной столице Франции – в деревушке Канкаль. Все, что не делают люди в Канкале, крутится вокруг устриц. Они или едят устриц, или продают устриц. Или выращивают их на особенных фермах. Я приехал на одну из них. Тут оказалось, что устрицы растут не на блюде богача. Поэтому мне срочно нужен устричный гид. И сапоги. Я предчувствую роскошь. За 50 евро в Канкале можно взять приватную экскурсию с гидом устрицеведом. Сразу же объясню. Устрицы не растут в холодильниках при ресторанах. Их выращивают на специальных фермах. Здесь, в Канкале, целых 400 гектаров устричных плантаций. Именно отсюда они разлетаются на самые изысканные столы Франции. Почему решили сделать фермы именно здесь? Все началось еще с древних времен. Здесь всегда добывали диких устриц. А в 19 веке устрицы стали настолько популярными, что в море их не осталось. Пришлось разводить. Ого, совсем. Видишь эти мешки из металлической сетки? Они называются паши. И как здесь устрицы дозревают. То есть это как бы инкубатор для устриц. Сюда помещают маленьких устриц возрастом до 6-ти месяцев. Мешки выкладывают на вот такие специальные столы, которые установлены на дне моря. Во время прилива они полностью находятся под водой. Чтобы моллюски не прирастали к сетке, раз в месяц их переворачиваем. А как долго устрица проходит от маленькой до той, которая лежит у меня на тарелке? Нужно три года. Дальше устриц привозят в специальные цеха. И до того, как они попадут на стол, с ними нужно произвести уйму разных манипуляций. Сначала устриц перебирают и отправляют на конвейер. Потом специальный компьютер сортирует их по весу и размеру. И это еще не все. Устрицы выдерживают в бассейне с очищенной морской водой, отмывают от грязи и песка, а потом начинают тренировать. Каждые 4 часа их достают из бассейна, чтобы устрицы закрылись. Потом опять опускают под воду, чтобы устрица открылась. И так пока мышца моллюска не натренируется и не научится закрывать крышку так плотно, чтобы не растереть свою влагу аж до самого попадания на тарелку. Я слышал, что есть разные виды устриц. Ноль, один, два, три, четыре. Да, все зависит от размера. Размер ноль самый большой. Дальше один, два, три, четыре и пятый самый маленький. И какой размер считается лучшим? Во Франции мы выбираем номер три. Троечка всегда хорошо. В Германии двоечку, побольше. А в Украине номер один. Можно попробовать открыть? Мне кажется, у меня будут проблемы, но… Оно плохо очень поддается. Ты должен засунуть нож внутрь и прокрутить. Трепанация устрицы. Как правильно есть устрицы? Для начала нужно слить воду. Потом отделить устрицу от ракушки. Отделить две мышцы, которые держат раковину. Верхнюю и нижнюю. За Францию. За Мон Сен-Мишель. Надо было приправку. Она такая соленая. Самая вкусная слизь, которую я ел. А размер влияет на вкус? Нет, не всегда. На вкус влияет только качество устрицы. Я понял, что когда ты пробуешь устрицу в каком-нибудь дорогом ресторане – это одно ощущение. А когда ты ее дегустируешь прямо тут, с грядки, с куста – это совсем другое. Вкус раскрывается на полную. В общем, ребята, обязательно всем провести тест-драйв устриц. Если вы приехали на Мон Сен-Мишель и думаете, что кроме него здесь больше смотреть нечего – не спешите отчаиваться. В часе езды есть еще одно удивительное место. Младший брат Мон Сен-Мишель – город Сен-Мало. Доехать туда можно на автобусах с пересадками за 5 евро. Но во время пандемии общественный транспорт ходит с задержками, поэтому проще поймать попутку. Сен-Мало – это старинный город на берегу залива Ла-Манш. Как и Мон Сен-Мишель, он стоит на скалах и окружен высокой крепостной стеной. И его тоже больше тысячи лет назад основали монахи. Но самую большую славу Сен-Мало обрел благодаря пиратству. На полуострове долгое время жили корсары. Они служили французской короне, грабили корабли других стран, а сюда свозили награбленное. Богатому туристу тоже нужно посетить чудо-город Сен-Мало. Здесь есть на что потратить деньги. Поэтому я арендовал себе целую шхуну с алыми парусами за 310 евро. С воды город выглядит в тысячу раз красивей. Не знаю почему. Я такой пират, который берет на абордаж красоты Сен-Мало. Это прям апофеоз романтики. Ярко светит солнце и отражается в воде, вокруг красивые виды. Я иду на яхте с алыми парусами, чувствую себя Греем из сказки. Хочется кричать – Ассоль! Бросай анчоус и плыви ко мне! Красота! Но два раза в год Сен-Мало становится не до романтики. Ассоль! Бросай анчоус! Бросай анчоус! Бросай анчоус! Бросай анчоус! Бросай анчоус! Бросай анчоус! he shops! Этот город впечатляет, вау какая старинная арка! Но Сан-Мало – это не только разная старина. Если будете в Сан-Мало – обязательно посетите один из самых крупных аквариумов Европы. Гранд аквариум Сан-Мало – настоящее рукотворное чудо. Только представьте! Два с половиной миллиона литров воды. В которой живут, как у себя дома, одиннадцать тысяч морских жителей. Вааааааааааааааааа! Какой гигантский высотый лобстер! А я тебе нела. Весь аквариум поделен на тематические залы, например, здесь плавают рыпки из Атлантического океана… А здесь – из Средиземного моря. Каждый аквариум как отдельный водоем со своей температурой воды, со своей фауной. А вот тут даже пахнет, как в тропиках. В аквариуме полно водяных существ, о существовании которых я даже не подозревала, одно другого страннее. Это же крабы-пауки. У них тут целая банда. Посмотрите на их руки и ноги. Они гигантских размеров. А их туловище, наверное, я не знаю, с мою голову. Мурена. Обалдеть, она такая страшная. Посмотрите. Мурены постоянно открывают, то и делают, то закрывают рот. Все для того, чтобы насыщать жабры кислородом. А это чудо-юдо называется Аксолотль – что-то вроде тритона, живущего в мексиканских озерах. Вот эти красные щупальца – это его жабры. Ими он дышит под водой. Самая впечатляющая часть аквариума – это зал, где вокруг тебя по кругу плавают семь гигантских акул. Классное развлечение для вас и ваших детей. А если вы еще и ребенок в душе, то на пятерку с плюсом – еще два аттракциона. Пустая бутылка вина во Франции звучит, как издевательство. А нет, внутри вас будет ждать клад. Ищите его в кустах за парковкой Мон-Сен-Мишель напротив стоянки автобуса. Мон-Сен-Мишель – это мокрое. Пожалуйста, пожалуйста, прости. Ветрено. И ни разу не курорт. А еще это просто неприлично дорого. А я что, по их мнению, печатаю бабки? Но зато Мон-Сен-Мишель – это какое-то эталонно красивое место. Это что, Хогвартс? Идеальная средневековая сказка. И хотя бы раз в жизни тут стоит побывать. Ну а если раскошелиться на пару тысяч евро, то впечатлений будет вообще… Обалдеть! Выше шпиля. Ах, вступил в какашку, но это тоже мое. Все мое! Так, что я узнала по-французски? One, two, three, bonjour, Оливье. Я шел на шикарный французский. Антоха, здорово! Стоп, стоп, какой Антоха, что за вольности? Я после этого уикенда – Антуан де Зайтьон. Аристократ, владелец шато, ключник аббатства, пилот, звонарь, омлетаед. Антон, как ты это делаешь? Я опять просто Вася какая-то. Ночевала в мельнице. Ты промерзла еще до всех этих мозгов костей. Ну кто на что учился. Слушай, я надеюсь на следующем чуде света будет намного теплее. Ведь это будет Южный Казахстан! Я хочу тебя немножко огорчить. Южный – не обязательно значит жарко. Например Южный полюс. Там же не жарко? Ну там же теплее, чем тут. Спросил пингвина.